Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выходы из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный у микрофона Анастасия Гарба. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. С начала года в Минске на ликвидацию пожаров, загораний и прочих ЧС спасатели выезжали уже почти две тысячи раз. На пожарах погибли семь человек, 24 пострадали. А вот более 190 человек работники МЧС спасли и эвакуировали из опасных зон. Далее о том, какой была ушедшая неделя в сводках столичных спасателей. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. Непогода, которая царила на минувшей неделе в республике, привела к возникновению ряда ЧП. Грозы, ливни, молния испытывали на прочность жителей столицы едва ли не каждой из семи ушедших дней. Центральные улицы плавали по вечерам несколько дней подряд. Откачивали воду спасатели и из подъездов жилых домов в спальных микрорайонах. Внес свои корректировки ливени в столичный трафик. Не щадил даже общественный транспорт. На улице Кижеватова бойцам МЧС пришлось вытаскивать из воды авто, в котором находилось двое новорожденных. Ну а ветер в эти дни сносил на своем пути рекламные щиты и вывески. На улице Кальварийской снес торговую палатку. Парня и девушку, оказавшихся в этот момент рядом, увезли в больницу. Вырывал ветер с корнями и деревья. В общей сложности за минувшую неделю упавшие деревья накрыли несколько десятков автомобилей. Спасатели проводили работы по распиловке упавших деревьев. Во вторник не выдержал тяжелой жизни и загорелся 20-летний холодильник. Пожар произошел в первой половине дня в трехкомнатной квартире на улице Горовца. Оперативно прибывшие на место вызова спасатели огонь потушили. Теперь хозяевам предстоит ремонт и приобретение новой техники. Хочу напомнить, что у любого электроприбора с заводом-изготовителем устанавливается не только гарантийный срок, но и срок эксплуатации. Эксплуатация после указанного производителем срока небезопасна. Даже если прибор еще рабочий, в любой момент может произойти поломка, которая приведет к пожару. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра включенные в сеть электроприборы. Категорически запрещается подключать к одной розетке с помощью переходной вилки несколько приборов. Недопустимо также использовать неисправные электроприборы. Самодельные или приборы, провода которых имеют поврежденную изоляцию. В среду водитель «Опеля» с пассажирами в машине пытался скрыться от преследования ГАИ и врезался в мачту уличного освещения. ДТП произошло поздно ночью на улице Долгобродской. К месту происшествия были направлены подразделения МЧС. Используя аварийно-спасательный инструмент, спасатели деблокировали из легкового автомобиля двух девушек 2000 и 1997 года рождения. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы. Бригадой скорой медицинской помощи была констатирована смерть водителя. Минск чрезвычайный. Кто знает, чем бы закончились загорания в квартирах на улицах Янки-Мавра в четверг около полуночи, а также на Илимской и Осипенко в пятницу и субботу соответственно, если бы не сработавшие пожарные извещатели. Именно АПИ помогли обнаружить и ликвидировать загорания на раннем этапе, благодаря чему причиненный урон был минимальным. Хотелось бы напомнить, что установка в домах и квартирах автономных пожарных извещателей – это единственное средство раннего обнаружения пожара и спасения жизни людей. Практика подтверждает, что вероятность обнаружения пожара и его ликвидации в начальной стадии в домах, оборудованных АПИ, в восемь раз выше по сравнению с необорудованными домовладениями. Прибор реагирует на возникшее задымление, подавая мощный звуковой сигнал, услышать который может не только спящий человек, но и его соседи. С начала года в республике зафиксировано уже более 52 случаев положительных сработок АПИ, в результате которых были спасены 56 жителей нашей страны, в том числе 10 детей. Хочется обратиться к гражданам, воспитывающим несовершеннолетних детей. Осознайте всю важность и необходимость установки этого прибора в своих жилищах. Позаботьтесь о безопасности своих престарелых родителей. А если вы установили у себя дома автономный пожарный извещатель, следите за его исправностью, своевременно заменяя элемент питания в случае его разрядки. В пятницу рано утром в районе съезда с Минской кольцевой автодороги на улицу Люцинскую врезались друг в друга две машины. В результате столкновения одна из них сбила ограждение, влетела в мачту освещения и загорелась. Огонь потушили оперативно прибывшие на место пожарные. Пострадавших нет. Выходные же прошли в столице относительно спокойно и серьезных по своим последствиям ЧС суточные сводки спасателей не зафиксировали. О происшествиях сегодня все. Соблюдайте правила безопасности и до встречи в следующий вторник. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.